Ровно год остался у краснайских предпринимателей на выкуп муниципальных площадей по льготной цене. 1 июля 2013-го истекает срок действия федерального закона, разрешающего приобретать площади, минуя аукционы. Бизнесмен Владимир Владимиров говорит, что 159-й закон сыграл ему на руку. На протяжении нескольких лет ресторатор арендовал свыше 400 квадратных метров площадей от кафе на предмостный. Оценил эффективность работы заведения на днях, подал заявку на выкуп этого помещения. Конечно, мы с удовольствием выкупаем, потому что все-таки вкладывать свои стены всегда хочется с большим удовольствием и всегда это хочется лучше делать. Ну, на мой взгляд, хороший вариант, потому что нам расписали график платежи и рассрочка на, по-моему, 5 лет. И поэтому нас устраивает, я думаю, это неплохой вариант для помощи малому бизнесу. Два года назад на приватизацию было выставлено 850 подвальных и цокольных помещений. Сейчас осталось таких около 300. Большая их часть расположена в Центральном, Железнодорожном и Октябрьском районах Красноярска. Чиновники говорят, несмотря на льготы, бизнесмены не спешат приобретать в собственность оставшиеся площади. Помещения, которые действительно были ликвидны, которые были интересны, которые непосредственно предпринимателями сами использовались, они были выкуплены. Сегодня в основной массе это остались подвальные помещения, которые требуют дополнительных затрат, помимо того, что необходимо будет проплачивать по договору купли-продажи. И помещения, которые, в принципе, наверное, предпринимателям именно на праве собственности не так интересно и иметь. Схема приватизации сегодня такова. Претендент на выкуп подает заявку. Комиссия рассматривает ее и принимает решение. Объекты оценивают независимые эксперты, после чего площади продаются арендатору без конкурса по рыночной цене. Чтобы выкупить помещение, бизнесмен должен пользоваться им не менее двух лет и не иметь задолженностей. Мы проверяем состояние помещения на предмет соответствия его технической документации. То есть, не нарушены ли технические характеристики помещения в ходе эксплуатации его новыми владельцами. Это реконструкция и перепланировки. Также проверяем фактическое использование помещения. Согласно условиям договора, новый владелец не правит передавать это имущество в аренду, сдавать или закладывать. Между тем, в судах сейчас ведется около десятка процессов по невыплатам арендной платы. Один договор с бизнесменом уже расторгнут. Не исключено, что иска в ближайшее время станет больше. Впрочем, по мнению адвокатов, 159-й федеральный закон поддерживает прежде всего интересы бизнеса. Хороший закон. Несколько моих, там больше десятка, наверное, хороших знакомых моих клиентов выкупили помещение, являются собственниками. В льготных условиях, я считаю, довольны жизнью в центре города. Да, поэтому правильно надо стимулировать малый бизнес. Кстати, при расторжении договора бизнесмен навсегда теряет право выкупить муниципальное помещение и повторно взять его в аренду. Площадки переходят к городу. В этом случае уже местные власти решают, как поступить с освободившимися помещениями. Либо сдать их на торгах в аренду, либо продать с аукциона, либо использовать под муниципальные нужды. Если у вас есть свои новости, звоните лично в нем и телефон 292-5504, или пишите на сайт afontovo.ru. Сергей Кузовков, Сергей Кашин. Афонтова. Новости.